В Нижнекамске проходит операция мошенник. Участковые предупреждают пенсионеров. Обманщики на каждом шагу. Уловки у них заготовлены на все случаи жизни. Не подойдет одна, как наживку тут же предложат другую. Не попадитесь, говорят полицейские, чтобы не остаться как старушки у разбитого корыта. Эти бабушки своего рубля не упустят, но даже такие предприимчивые пожилые бизнесвумы входят в группу риска. Владимир Зайцев учит, как не потерять то, что они заработали на продаже огурцов, помидоров и капусты. Приходят якобы социальные работники, говорят, что якобы меняются деньги и они этим делом занимаются. То есть ваши деньги забирают, а они принесут или внесут вас в картотеку, что у вас уже забрано и что вы должны получить деньги. Все это обман, поддаваться этим уговорам не надо. Бабушки о мошенниках слышали, а кто-то с ними даже сталкивался. Говорят, положите деньги в этот счет или что-нибудь. Мама, деньги кончились. Вы как реагировали? Я ничего, отключаю и все. О том, как избежать опасности участковый будет рассказывать в своем микрорайоне до конца месяца. Эти беседы проходят в рамках операции «Мошенник». Кстати, разговаривают полицейские не только с пенсионерами. В городе участились случаи, когда жертвами мошенников становятся пожилые люди. Путем обмана они забирают у пенсионеров все сбережения. Пенсионеров легче всего обманывать. Они изучили уж пожилых людей, они действуют на их психологию. То есть ваши дети, ваши близкие, они показывают, что как будто эти пенсионеры помогают своим ближним. А потому нужно быть на чеку. Если к вам постучали, например, из пенсионного фонда, не забудьте попросить удостоверения или позвонить в эту службу и уточнить, действительно ли их сотрудник стоит у вашей двери. Лилия Жданова, Анастасия Милицкая, Александр Васильев, Вести Татарстан, Нижнекамск.